Вопрос. В организме необходима такая штука, которую очень много людей пугают. Управляемый источник свободных радикалов. Если он неуправляемый источник, это будут причины генетических повреждений, опухолей, неадекватных перевариваний пищи. Но и сами свободные радикалы, например, необходимы для репликации структуры ДНК, она тоже для того, чтобы ее расшить на две. Надо попроще быть. Свободные радикалы, как получать? Если у нас это не антиоксидант, откуда возьмутся свободные радикалы? Понимаете, не обязательно такое существует вещь, что свободные радикалы нужны именно организму. Не обязательно. За деление клеток необходимо? Да. Само деление клеток, когда происходит, отмирание старых лет, там уже есть свободные радикалы. То есть просто, когда происходит простой метаболизм, вот в организме что-то там окисляется, все, прошел процесс окисления, появится сумманный радикал. Его же оно должно обезвредить, вывести. Они и так там есть. То есть не надо дополнительно туда ничего. То же самое, как вот это только что говорили о транслокации бактерий. Если у вас вот эти вот бактерии омывают все и постоянный иммунитет работает, то все, уже ничего не надо. Главное, не надо тщательно мыть ничего. Вот чтобы там с мылом, там каждый листочек отмылать. Потому что если будет стерильная еда и не будет бактерий, то иммунитет возьмется за что-то другое. Он должен работать постоянно. Он, да, он так настроен на то, чтобы геономывался, все время вот этой природными всеми этими бактериями. Он должен все время быть. Если вдруг их потом прекратится, то иммунитет не поймет, что ему делать. Он начнет что-то со своим организмом. Второй вопрос, мне еще вопрос, чисто по металлу. Скажите, пожалуйста, вот есть такие вещи, которые необходимо усваивать пищу, например, из морковки, там самые полезные вещи, они жирорастворимые. Как нам масло, если масло, если это приятно, то как же нам эти маслорастворимые вещи получать? Я думаю, точно так же, как это делают все животные на планете. Они едят это все без масла. То есть вот этот вот принцип, что надо добавлять масло к морковому соку, он возник в 41-м году. Это когда вот все витамины классифицировали, оказалось, что одни водно растворимые, другие жиры растворимые. И вот это вот понятие жирорастворимые, ага, надо же жир теперь. Да у нас хватает, вот у них жиров, ничего не надо. Вот смотри, откуда это все взялось. Из морковки тоже. Понимаешь? То есть нам вот ничего не надо, все есть. Есть во всей пище и жиры, и все. То есть не надо ничего добавлять. Причем проведен научный эксперимент, да, что вот если человек ест красные все эти, где много каротинидов этих, и при этом ест масло, то да, у него в крови оказывается больше этого всего. Но вопрос там, а надо оно больше? То есть да, понятно, что это да, оно усиливает. То есть если будешь есть масло, оно и динсифицирует. По моему опыту, любые масла, это терапевтические. Вот любое масло, самый яркий пример, касторовое масло. Вы убиваете касторовое масло, и организм делает все, чтобы его вывести из себя быстрее. Понимаете? Ведь все, вы быстрее сразу в туалет. То же самое, вот если вы, вот давайте там льняное масло, оно там полезно. Ну, вполне возможно, но надо понимать, что польза его заключается именно в том, что организм, пытаясь от него избавиться, начинает активно синтезировать какие-то жирорастворимые вещества, желчь выделять активно. И вот эта активизация процесса, она оздоравливает весь организм. Вот это эффект от того, что вы пьете масло. Терапевтический эффект. Поэтому, то есть, ну, понимание, что нет такого, что вот нам нужны незаменимые эти, как-то ли там, мононасыщенные там, а, полиненасыщенные жирные кислоты, потому что из них состоит мембрана клетки. То есть, как бы, вот мы, что-то масло выпьем, и организм возьмет эти жиры и построит наши мембраны. То есть, это глупость. Понимаете? Ничего такого в природе нету. Организм пытается это все вывести, но этого не понимает. То есть, это терапия. Масла – это терапия. Да, Павел, меня зовут Сергей, я из морфоклуба. У нас есть рубрика «Вопросы-ответы», и там часто задают вопросы по поводу бананов. Ну, можно их есть, сколько они полезны, и сколько их можно есть. Ну, это один из вопросов, которые вы встречал. Самый лучший принцип сыроедения – это отсутствие всякой нормы. Это индивидуально. То есть, человек индивидуально сам решает, что ему есть. У меня два знакомых в Москве, которые съедают в день от 5 до 7 килограммов бананов. Это их основная пища. То есть, основная пища. То, что я знаю о бананах по своему собственному опыту. Во-первых, обязательно надо есть спелыми. И то, что мы бесимы, тоже обязательно есть спелыми. Иногда бывает, что после бананов у меня есть жёба. У меня есть жёба. Это свидетельствует о том, что либо и недоспели, и там есть какие-то вот эти вещества, которые придают им терпкость, и крахмалы, которые нашему организму трудно переварить, и он выделяет много кислоты. То есть, во-первых, они стоят и не проходят дальше. И жёба от чего появляется? Когда переполнен в желудок, и желудочный сок опять в пищевод попадает. И он обжигает пищевод, и он чувствует из жёба. То есть, значит, эти бананы лежат мертвым грузом, организм выделяет кислоту, и они не идут дальше. Он не переваривается в крахмал. Значит, они были недозрелыми. Либо что-то с ними не так. Что-то с ними не так, организм что-то пытается сделать. Но иногда съедаешь бананы, и всё отлично себя чувствует. То есть, мне кажется, здесь лучше не переедать. И это очень индивидуально. Я говорю, кто-то может жить на бананах, а кому-то от них не очень хорошо. Вот, как всегда, ни о чём. Да, давайте. Нет, там нет такого потенциала отрицательного. Но просто давайте обратимся опять же в природе. Вот в природе вся вода, вот если мы возьмём из-под крана гола, вот в Киеве, она плюс 200. В среднем плюс 200. Вот у меня дома из скважины плюс 160. То есть, в принципе, в природе вся вода имеет положительный потенциал. Редкие источники, где говорят, в районах долгожительства, имеют отрицательный потенциал, потому что нет почти совлия кальция, ничего. Всё такое. И вот, но тем не менее, внутриклеточная жидкость человека и его жидкости внутренние имеют отрицательный потенциал. И всех животных. То есть, каким-то образом так получается, что все организмы в природе пьют воду с положительным потенциалом, но внутри у них, когда она проходит, оказывается, он с отрицательным. И нам говорят, надо пить воду с отрицательным потенциалом для того, чтобы не напрягать наш организм, сделать её отрицательной. То есть, якобы, какая-то тратится энергия. На самом деле, это просто физико-химический процесс. То есть, просто так устроены белки в наших клетках, что они структурируют воду. Просто географически молекула воды подходит к белкам, и там находится так заряд распределенный, что вода структурируется. Там нет никаких затрат энергии на это. И делают то же самое бактерии. Вот самый эксперимент, о котором я уже и говорил, и писал. Берёшь просто морковку, режешь её мелко, кладёшь воду, то есть, помещаешь в условиях, когда она в кишечнике, и ставишь на какое-то время. Вот вода там плюс 200 из-под крана. Наутро засовываешь туда прибор, который мерит ОВП, минус 400. Чудеса! Чудеса! Мне больше поразилось, что самый яркий эффект показали грибы. Там что-то было минус 500. Я просто шапиньоны порезал, мне не было интересно тогда. Был такой период в жизни сыроеда, когда я покупал все эти приборчики, я везде всё мерил, какие-то веточки срезал, воду их опускал, смотрел, как же травы действуют. Интересно было. И как травы? Травы, кстати, очень мало уменьшают. А вот именно плоды, вот этот процесс, который происходит в молочнокислооброжении, наверное, в анаэровной среде, под водой, вот это даёт тот отрицательный кислительно-восстановительный потенциал. Ещё раз скажу, отрицательный кислительно-восстановительный потенциал, это значит, что всегда обладает избыточным количеством электродов. Когда организм может залатать любую дырку, то есть вот эти свободные радикалы, которые появляются, если у нас отрицательный кислород был, то любая дырка легко латается. Если получается сдвигается в положительную сторону, то уже возникает проблема. А вот эти всякие отчаянные грибы, рисовые грибы, то есть они делают воду, оставят грибы, как оно влияет? Ну, вот эти все процессы и вообще все ферментированные продукты, это здесь опять двоякое мнение. Одни люди считают, с постеростной психологией, что чем больше бактерий, тем больше вреда. Другие люди, которые считают, что бактерии – это пища, говорят, что ферментированные продукты – это сыроедное мясо. То есть это просто куча белка, животного, который наш организм должен переварить и усвоить. Поэтому, какая концепция, тем больше по душе, так ты и используешь жизнь. Либо ты этого все боишься и говоришь, я к вас быть не буду, либо ты сам дома у себя все это делаешь и сам с тобой все любишь. То есть ничего страшного здесь нет. Во что ты веришь? Вот есть огромное количество людей, которые с сыроедением, они говорят, что это путь. Понимаешь? То есть если я к этому просто прагматично отношусь, просто я хочу быть здоровым и не болеть, то есть люди, что они считают, что это путь. И действительно, я вот разговариваю с ними, да, путь. Ничего не могу сделать. Не могу доказать, что это не путь. У них начались видения, они отлично себя чувствуют, там просветление пришло, все. Понимаешь? То же самое здесь. Грибы, в принципе, ну что у них в этих грибах? То есть есть люди, которые лечат грибами. Сервитон. Да. Да, есть люди, которые лечат грибами. Вот есть фонготерапия. То есть там очень много. То есть если мы проанализируем с точки зрения полезности веществ, мы обнаружим, что это самое полезное вещество. Гриб. Гриб, да. С другой стороны, да, не важно. Не важно. С другой стороны, ну понимаешь, вот они растут, казалось бы, иногда на искусственных средах, да, туда добавляют какие-то химикаты, но растения, вот эти грибы, в том числе, таким удивительным свойством, они из неорганического делают органический. Все тут все растения так делают, да? Они растут на камнях, солнце, и мы тут едим плоды. Или дороги. Да, да. Понимаешь, то же самое делают грибы. Вот казалось, они на такой ерунде растут, а получаются азотистые полезные соединения. У вас куча полезных веществ. Укусные, да. А если вы какой-нибудь там паразитолог, такой инфекционист, скажет, да вы что? Это же грибы, эти споры будут внутри вас, прорастают, а вы все превратитесь в этот гриб. Поэтому, да, если надо трезво просто подходить. Не надо заморачивать. Да, не надо переедать, самое главное, чтобы не было среды там. Надо в меру все есть, и будет нас. Пожалуйста. Такой вопрос. Мы очень часто едим овощи, фрукты из магазинов, да. На магазине всегда много рассказывается, что там много нитратов, там эти все овощи, фрукты, там очень неполезные есть, особенно сырыми, да. Ну, как бы тут немножко мнение расходится, они говорят, что сырые даже это все нитраты, но уходится, но они говорят, что вы еще вред наносите, еще травят нитраты. Все правы. Все, кто что говорит, все правы. У каждого своя точка зрения. У меня такая точка зрения, что действительно человек, который питается сырой сетой пищей, организм так устроен, очень быстро все выводит. Очень быстро все выводится, ничего не задерживается. Тем более, если не переедаешь. С точки зрения химии, очень много здесь спекуляций разных. Вот как я говорил о том, что растения, они же из неорганики, делают органику. Кто себе это удобрение оказал, это же химия оказала. Как это так? С другой стороны, растение умеет из этого сделать вот это живое все с помощью солнца. И много веществ таких, нитраты, тоже много спекуляций. Вот нитратомеры продают, там все. Но что такое нитрат? Оказывается, если прочитать книжку, есть такая молекула азота, как они называют. Удивительная молекула азота. Оказывается, в нашем организме нитратов полно. Это просто продукт метаболизма, и у нас все время присутствуют нитраты. Если будет чуть больше, чуть меньше, это ничего особо нет. А потом оказывается, так чем же тогда вредны нитраты, чем нам пугают? Оказывается, вредны не нитраты, а нитрозамины. То есть, когда нитрат превращается в нитрит, а нитрит реагирует со свободным амином, получается нитрозамин. Вот этот нитрозамин, это настоящий яд. Так как же это сделать, чтобы не было нитрозамина? Надо, чтобы не было свободных аминов. Откуда берут свободные амин? При разрушении белка. Если у вас избыточное поступление белка, которое в верхних отделах кишечника не переваривается, а все это начинает гнить в толстой кишке, получается много свободных аминов. И тут вы добавляете нитрат. И тогда все это соединяется, и получается яд. И получается парадоксальная ситуация. Сидят два человека, мясоед и сыроед, едят один и тот же арбуз. Одного в больнице весны, а второй не поможет. Вот в общем ситуация. Это просто химия, которой не надо бояться. И происходят процессы, но они происходят тогда, когда уже есть что-то патологическое, тогда на это патологическое что-то может наложиться. Теперь с точки зрения концентрации отравляющих веществ, если взять те же самые пестициды и гербициды, то они имеют свойство накапливаться в животных. Поэтому концентрация их, скажем там, в мясе или в колбасе какой-то, гораздо выше, чем в растительном продукте. Тем более, растительный продукт он же однолетний, ну сколько на него насыпали, столько он и впитал. Потом обычно обрабатывают, но все-таки там основное это вода. То есть на этот, на килограмм воды, ну сколько там будет того пестицида. А вот когда мясо кушаешь, там уже на каждый килограмм накоплено за столько времени, сколько жило это животное на встаемое телес. Поэтому ешьте сырое и будьте здоровы. На этом предлагаю закончить. Спасибо, что пришлось. Спасибо. Продолжение следует...